Вам очень сейчас не повезло. Это какой-то сверток. Надо сваливать, потому что непонятно, в скольких местах еще есть такой сверток. Оставим этот сверток здесь, вообще ничего не будем его трогать, просто собираем вещи и валим отсюда. Алло, Вера, это Аня, Мигель и Саша. Всем привет. И сейчас у нас просто перевернули всю квартиру, оставили здесь какую-то записку. Это был человек Маски, который называет себя также Мистический Квест. И это человек, который что-то хотел на Мистический Квест. Вера, да блин, давай не так эмоционально, ребят, просто реально. Мы только что скрытые камеры у меня на канале смотрели, и там жесть. Там, блин, вломились, и ну просто, блин, они что угодно могли сделать, пока мы спим. И он, как мы увидели на скрытых камерах, записку оставил. Ты закрыл сейчас дверь? Да, я закрыл дверь. Блин, еще дело в том, что каким-то образом он взял и открыл дверь закрытую, которую мы вроде закрывали. И... Мы, Саша, его. Да что, Саша, блин, да вы с чего? Я ничего не... Саша, ну это последний стейл. И он сказал мне странно, вот взять специально квартиру, которая вот неприступна, с решетками совсем, и в результате просто не закрыть дверь. Это просто... Так, ну ладно, короче, бывает. Ребят, сейчас на скрытых камерах мы видели то, что вот в этот шкаф с бутылками куда-то он положил какой-то сверток. Да, ребят, просто как это было ни странно, он, блин, вообще прорылся в наших вещах, все сумки вскрыл, вот просто вот все разворошил, вы понимаете? И ничего не взял, он только записку нам оставил. Там зеленая бутылка, да, была? Да, там была зеленая бутылка. Ну вот здесь нет нигде, давайте... По-моему, он положил... Он, по-моему, последний шкаф открыл. Последний шкаф вот этот. Нет здесь ничего. Ребят, напишите в комментариях, если вы видели, какой шкаф он открыл. А вот же она, нет? А, слушай. Так. Я думала, это пробка. Да. Типа, просто так даже не затолкнул, оставил? Так, потому что, видишь... Так, что написано, что написано здесь? Короче, вам очень повезло... Вам... Вам... А что? Вам очень сейчас не повезло... Ты по-русски? То, что я не нашел нужную мне вещь. Молитесь, чтобы вы... Не нашли... А, чтобы вы нашли... Вовремя мой подарок. Ничего еще раз. Можно, пожалуйста? Так. Вам очень сейчас не повезло, То, что я не нашел нужную мне вещь. Молитесь, чтобы вы... Нашли вовремя мой подарок. ПС, скажите спасибо Мигелю. Ну, и что это значит? За что сказать спасибо Мигелю? Не знаю. Спасибо, Мигель. Пожалуйста. Ну, Мигель, в смысле... Вопрос сейчас в том, что здесь есть какой-то подарок нам. И этот подарок написан в кавычки. И как минимум нам его нужно сейчас отыскать. Для этого нам нужно снова смотреть видео, которое мы... Да, ну не было там ничего. Я внимательно смотрел. Ну, он мог засунуть куда угодно. Ну, вот именно что. Так в этом может... А там написано, ну, типа, большой подарок, маленький вообще. Что это за подарок? Я на самом деле думаю, что он мог просто что-то подкинуть. Я не знаю. Может, ну, хочешь нас подставить? Сейчас, не знаю, менты приедут и найдут что-то. Вообще нереально. Ты прикалываешься, что-ли, в смысле, что-то подкинуть? В смысле, в прямом. Подождите, это было странно, на самом деле. Вот здесь. Да, мы что-нибудь сюда подошли. Так, ребят, короче, все. Обыскиваем всю квартиру, блин. Если у нас появится после этого проблема, еще после того, что непонятно, что он может сделать с нашими паспортами, которые он украл, то я вообще просто... Честно, у меня уже фантазия разорвалась. Слушайте, ребят, просто самая жесть была, то, что он в таких местах странных рылся, понимаете? Вот он корм кошачий, блин, открывал упаковку, вы понимаете? Там точно ничего. Там ничего нету, Ань? Нет. Просто, как бы, я не понимаю, что он мог искать, если он кошачий корм открывал. Вообще, пожалуйста, да, в параллели его этот болтает. Так, стоп, секунду, блин, пожалуйста, прервитесь, хорош. Ну, блин, на секунду остановитесь, послушайте. Давай, давай, давай. Да что? Короче, понимаете, если мы сейчас все будем искать, мы только можем, как бы, все запутать и, как бы, потерять все. Все, давайте, как бы, вместе сейчас соберемся и, ну, будем совместными усилиями это делать. Давай. Так мы сейчас это и делаем сейчас. Давайте начнем с этой части. Да, я имею в виду, чтобы совместно начать в одной части. Вот так мы пропустим какие-нибудь, ну, участки, если мы будем так вот все неорганизованные это делать. Так, он брал, значит, куртку, я точно помню, Вера, но здесь надо посмотреть во всех... Вот эту вот штуку не открывал? Открывал, Вер, стопудово ее открывал он. Что, там что-нибудь есть? Здесь одеяло, подушки. А что он здесь брал? Он трогал вот эту куртку? Да, трогал. Все куртки. Ну, посмотри по карману, маник. Так, ребят, слушайте, смотрите. Еще вот, ну, насколько я видел, он вроде как, ну, типа, явно прямо, вот если что-то это большое было, не клал ничего в эту комнату. Но у нас была слепая зона. Это когда вот, ну, вот он уходил туда, в ту часть, ребят. Может, он там что-то положил? Ну, мне кажется, нам нужно начать отсюда и прошерстить всю квартиру. Тогда это будет логично. Единственное, что я не знаю, здесь огромный стоит ваш рюкзак. И нам что, его полностью выворачивать? Он туда вообще что-то, он до него докасался. Я просто не помню. Ну, как бы, ну, видимо, да. Ну, просто, я не знаю, вот давайте, стоп, вот, на секунду просто, простага. Так, может, ты нас все время тормозишь. Стоп, 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 стоп. Может, ты хоть что-нибудь посмотришь, ты нам не делаешь. Такое ощущение, как ты заодно, блин, с этими чуваками. Ага, конечно, Вера, еще скажи, что я из мистического квеста. Ну, что ты глупости говоришь? Я просто к тому, что, ну, вот, а что могло быть такое, что одно? Ну, стой, давай мы сейчас сядем вот так вот на попы. Будем тут сидеть, да? Пока не приедет полиция и не придумают какое-нибудь дело нам. Короче, Вер, я не знаю, окей, нет, давайте искать, я не против. Ну, просто я сейчас буду все снимать, потому что, ребят, если вы что-нибудь увидите вот на видео, странная какая-то вещь, которая может, ну, типа нас компрометировать, что... Пожалуйста, напишите в комментариях. Я реально, если вы хоть что-то странное увидите, мы этого не заметим. И прямо сейчас нажмите на кнопку подписаться, потому что такой топовый контент может выходить только здесь. У меня деньги, кстати, не пропали. Так, в сумке ничего нет. Саша, может быть, но у нас есть только вещи в нашем рюкзаке, только наш. А не вот этот вот, наверное, диван надо снова перевернуть. Нет, я там все перевернул специально, да. А смотрите, вот здесь есть такая штука. Ань, пойди посмотри в нашу комнату, Саша, ты, я предлагаю тебе посмотреть в вашу комнату. Пойдемте все вместе, я говорю, я снимаю, чтобы подписчики могли написать в комментариях, если что-то есть. Пойдемте вместе в комнату все. Вер, что-нибудь есть? У нас тут нет нифига, у нас один рюкзак, вот здесь полотенце. Да, ребят, у нас просто на самом деле нифига здесь нету, и я даже не знаю, что тут можно было подкинуть, считаю, что мы спали здесь как бы, ну, это... Лидия, под кровать его посмотрели, давайте я сейчас посмотрю. Слушай, ну нет, я не думал, что он туда зашел и подкинул, потому что это слишком палево, да. Не, ну там... Пойдемте на кухню посмотрим, потому что... Да, это было бы слишком громко. А здесь нет никаких потайных каких-нибудь. Да вроде нету ничего такого. Ну вот смотрите, здесь вроде все так и стояло. Пойдемте на кухню посмотрим. Блин, начнем просто вопрос, что это? Большое, маленькое, глубокое... Да, если хотя бы была хоть какая-то подсказка вообще, что искать. А так, ну, типа, блин, вообще это просто ноль идей. Вот мы на кухне. На нашей бомж-кухне. Блин, ну тут я даже не знаю, куда. Может быть, в корзине... Может, он в холодильник убрал подарок, и типа, это съестное что-то может быть такое? Подарок в кавычках и съестное. Давайте посмотрим. Откроем, Мигель Холодос, вообще там есть что-нибудь или нет? Смотри, у нас здесь есть... Ребят, смотрите, какой у нас холодильник классный. У нас просто ноль здесь вообще всего. Вот, ну, типа, мы реально не успели... Нашел время поснимать холодильник серьезное? Сан, пожалуйста, вот те вещи, которые мы с собой унесем, это наши сухие продукты, которые мы, ну, постоянно с собой возим, как бы. И, блин, то, что он мог подсунуть нам сюда, это может оказаться здесь. Да, слушайте, на самом деле логично, что если он хотел нас подставить, то он наши вещи должен был кидать, потому что мы же отсюда уедем. Ну, типа, мы это с собой, по идее, типа, унесли. Нет, конечно, здесь ничего нет. Здесь нету. И сумки. Пожди, наше. Так, ну что, пойдемте. Я думаю, что мы здесь все проверили, а вы все проверили. Да, слушайте, просто реально, как бы, если мы в наших вещах посмотрели, то, типа, быть не должно. Пойдемте посмотрим у вас в комнате. Потому что, ну, как бы, это где угодно может быть. Так, стойте, подождите, здесь куча шкафов. Да, давай пооткрываем. Так. Ой, смотрите, они открываются только с помощью. Да, слушайте, ребят, на самом деле он в эти шкафы. А почему он газетами обклеен? Слушайте, они очень громкие. Он бы, ну, мы бы проснулись точно. Слушайте, а подождите, секунду. Он здесь долго был довольный. Он мог бы газетами обклеить это все? Да, может быть, что-то посмотри. Не знаю, сейчас мы... Давайте сразу под картиной посмотрим. Там, случайно, нету минералов? Нету. У меня, ребят, вообще ничего. Тоже ничего. Ничего под картиной нет? Слушай, я в нашей комнате. С телефоном, мне кажется, это самое логичное. Нет. Ребят, кстати, вот, если вы не видели еще, ну, смотрите, у нас такой телефон с отрезанным проводом. Я еще не знаю, как бы это плохо. Что ты нашла? Кто-нибудь видел это, да? Да, это было. Да нет, мне кажется, нету. Ну, вот книги тоже непонятно. Ну, зачем он бы сюда положил нам книгу? Здесь какая-то гнилка непонятная. Тоже достаточно странная. Вот здесь, может, бутылка что-то. Вот это был кувшин, типа, здесь и так далее. Да, это был. А вот этот? Да, это все. Слушайте, может быть, реально в каких-то базах были? Вашинах, смотри. Давайте посмотрим, реально, здесь же столько всего этих мелочей. Ой, смотрите, здесь типа этого. Ну, как это называется? Часы? Типа часов. А вот там какая-то ручка. А почему она за часами спрячет? Ребят, здесь что-то есть. Да? Да. Чего там? Я не знаю, здесь какие-то бумажки. Еще бумажки. Салфетки. Это просто мусор запиханный туда. Ну, походу, это просто как мусорку реально использовали. Ребят, идите сюда. Куда? Ну, пойдемте. Идите сюда. Снимай, Саня. Что это? Что это? Это сверток. А есть, я не знаю, уж. Дай тряпку какую-нибудь. В смысле, ты думаешь... Ой, салфетки. Давай салфетку. Чего? Салфеток с каким-то пехом-порошком. Может, это просто от хозяев осталось? Я не знаю, может, у меня здесь... Да, вот именно вот такой вот чёт. У меня, на самом деле, вот просто вопрос. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, что это может быть? Мы сейчас видим, по факту, вот честно, это какой-то сверток с белым порошком внутри. Что это за порошок, непонятно. Ну, в смысле, причём его дофига, да, я так понимаю? Сколько тут? Килограмм, типа, или... Ну, нет, здесь не килограмм. Слушай, ну, это может быть, я не знаю, там, соль или... В смысле, а там больше ничего нету в этой фигне? Ну, салфетка какая-то. Ну, то есть, типа, пустая ваза, и просто там будет, блин, сверток в этой, блин, в плёнке там или в чём? Я сейчас там не один вопрос. Во-первых, я так понимаю, что нам отсюда надо сваливать, потому что непонятно, в скольких местах ещё есть такой свёрток, потому что всё мы просмотрели здесь не сможем. Во-первых. А во-вторых, куда деть этот свёрток? Потому что сейчас, по факту, его Мигель просто носит в своих руках, и это не новое. Да, мы выкинем через забор, и всё. В смысле, через забор? Ну, там забор... Я видела в фильмах то, что его смывают в унитаз. Это единственный вариант, что можно... Я не хочу... Так, слушайте, может вообще такое быть, что, типа, он сейчас просто вызовет полицию, приедут, у нас найдут, блин, этот свёрток и скажут, так, а что это у вас тут, и, типа, блин... Могут, конечно, но у нас есть одно преимущество. Мы проснулись ночью, мы не проснулись утром. Возможно, у нас есть запись со скрытой камеры. В любом случае, просто мы сможем это доказать. Что там не было нигде, что он, ну, там, что-то подкладывает. Какая разница, блин, человек ворвался к нам в квартиру, к нам в дом, он упер наши деньги, он мог спокойно нам что-нибудь чушить. Да, только его здесь нету, и мы не знаем. В любом случае, если это коррумпированная полиция, то, как бы, им пофиг будет на твою. Они скажут монтаж или ещё что-то. И как это докажешь? Да вообще они видео смотреть не будут даже. Я предлагаю просто этот свёрток или выкинуть куда-нибудь там в заброшку, или смыть его, и просто валить отсюда вот в самом раннем утром. Ну, давайте, что нам проще, выйти на улицу с этим свёртком или смыть в унитаз? Ну, сделать тогда. Слушай, стоишь умно и себя корчишь. Я спрашиваю, что лучше не делать? Так, смотрите, стойте, если мы сейчас всё это возьмём, выгинем в унитаз, то всё равно плёнка останется. Её нужно как-то сжечь или что-то с ней сделать. Так, а стоишь, мы просто тупо оставим этот свёрток здесь, вообще ничего не будем его трогать, просто собираем вещи и валим отсюда вообще. Ну, нет, всё равно его надо отсюда убрать по-любому. Блин, ты арендовывал квартиру, блин, здесь есть хозяйство. Все знают, кто здесь жил. Ну, типа, я не хочу, как бы, арендовали на мой паспорт, я не хочу, чтобы потом ко мне претензии. Да, ну, типа, там же тоже были какие-то жильцы, ну, типа, ваза не наша, мы не в курсе. Так, окей, проблема в том, что нужно всего лишь вскрыть этот мешок и выкинуть в туалет. Я правильно понимаю? Я могу это сделать, раз вы никто не моет. А плёнку-то куда денешь? По-моему, выкинем в мусорку. Давай просто смотри. Ладно, хорошо, допустим, это пранк. Просто прикол, да, и там может быть мука. Мы её просто, ну, вот, тесто готовят же, да, смывают в раковину. То есть ничего страшного не будет, если мы это смоем в раковину. Ничего страшного не будет. А если там, типа, мука, а подмешано что-то, типа, они просто, ну, тут какой-нибудь мини-концентрат. Кислота какая-то подмешана? Тогда откуда я спал? Ну, типа, что оно, растворить трубопровод или, ну, я думаю, нет, ну, в смысле, что, типа, это, как бы, вроде с виду мука, а по факту там что-то подмешано. Твое предложение. Выкинуть его, я уже сказал. Ну, пошлите выкидывать. Чего мы здесь, когда стоим и усорим? Ну, на, иди, на, выкидывай, смелая такая. Ну, на. Да, что вы усорите, я не понимаю. Вы что, пришел, вы делаете? Ну, потому... Ну, почему она и... Тут сейчас все будет в этом непонятном прошке. Я пошла, окей, на границе Сирии я сейчас одна ночью выхожу и буду выкидывать... Ань, блин, давай мы с моим сирией. Камон, хороший сирий. Ань, да, подожди сек, давай сейчас мы вместе. Зачем так делать? Серьезно, ты зачем так делаешь? Ау. Потому что не надо истерии, что ты из себя строишь героев, что я не понимаю? Ты хочешь что-то нормальное делать, рационально сиди и... Не надо, короче, истерику вот это делать. Напрягаешь, что ли, не могу. Чего, Вер, ты выкинула, что ли? Вер, да зачем ты, блин, руками трогаешь? Ты чего? Вер. Я не знаю, как решить эту проблему дальше. Ребята, в общем, я не знаю, что будет дальше. Мы прямо сейчас собираем вещи и валим просто из этой квартиры. Прямо сейчас подписывайтесь на канал Лоя Вера, Алекс Амарал, наш телеграм-канал и инстаграм. Мы увидимся снова, пока.